Екатерина Дорина ведет свою дочь Настю в детский сад. Точнее в одну из двух групп, открытых в профинтернской школе примерно год назад, в помощь местному детсаду. Стоило это около 5 миллионов рублей. Тогда в поселении была очередь, а сейчас наоборот не комплект. Среди родителей пошли слухи, что группы закроют. На собраниях предупредили, говорят они, что детей до 5 лет сюда уже не принимают. Дети не хотят, а захотели туда, захотели сюда. Если уж постаролили садик, если уж есть он для каких-то целей. Между тем к хорошему быстро привыкаешь. В новых группах полы с подогревом, сухой бассейн. Все по современным требованиям. 11-й же детсад строили около полувека назад. И многие родители еще сами туда ходили. Сейчас, говорят они, здание устарело и для таких целей не подходит. Сквозняки и холод зимой, а летом его регулярно закрывают на ремонт. Да и сами дети обратно не рвутся. Мне там не нравилось, потому что там игрушки-то есть, только они все там переломаны. Там общее помещение, одно помещение на все. То есть дети там кушают, играют и там же спят. Они самостоятельно раскладывают раскладушки, застилают постельное белье, спят. Соответственно, встают, собирают раскладушки, белье убирают и занимаются дальше своими делами. Да дети без конца болеют. Мы как пошли в тот садик. У нас два раза бронхит, ангина. Без конца ротовирусная у нас. Без конца. Без конца трахиты. Меня просто в рамки уже в такие вели, что 60 дней на одного ребенка положен в больничный. Но я уже почти все 60 дней выболела. Мне-то что теперь делать? Сидеть за свой счет или увольняться? Что примечательно, принимать ситуацию молча люди не стали. Кипы документов в моих руках – это обращение во всевозможные инстанции. Прокуратура, администрация, губернатор и даже президент. Позвали и телевидение. На камеры быстро отреагировала районная администрация. В здании местных властей организовали своеобразный круглый стол. Людям объясняют, закрыть могут только одну группу из двух. Виной отрицательная демография. Сейчас свободные места есть в самом детсаду. Значит, их надо заполнять. Окончательное решение будет лишь в начале августа. К тому времени очередь еще может набраться. Ситуация в районе не единичная. Такая же ситуация в село Левашово, где тоже 12 детский сад и при Левашовской школе две дошкольные группы. Тоже со следующего учебного года прогнозируется закрытие одной группы. С кадрами вопрос мы уже сейчас с руководителями учреждений проговорили. То есть, никто их не оставит. Сокращение тоже не допустим. Денег на новый современный садик для красного профинтерна в районном бюджете, понятное дело, нет. Однако родителям пообещали, уже в этом году в старом заменят окна. Сейчас с подрядчиком заключают контракт. С теплыми полами сложнее, но и для этого деньги обещали поискать. За исполнением обещаний проследит первый Ярославский. Нина Колтина, Владимир Чернов. День событий.